вечер добрый друзья с вами священник константин мальцев говорим на разные темы отвечу на ряд вопросов которые будете задавать хочется вас поздравить с памятью преподобного у меня сергия радуйского чудотворца один из великих угодников которому который сподобился видение божьей матери беседы с англами кто-то из неверующих скажет это галлюцинация но скажем так но не так много святых сподобились этой радости хотя в вечности они сподобились этого вечно доказывать неверующим людям правда это или нет это бессмысленно православному человеку верующему человеку доказывать ничего не нужно поэтому еще раз хочется вас поздравить в памяти преподобного гуна сергия радуйского господь сподобил побывать несколько раз в лавре чем я могу поделиться но конечно меня очень поразило что этот город он как бы вот пропита скажем так этим сетым угодником благодаря которым и отношения как-то между людьми так вот интересно и женщины не для показа а вот для себя внутренние такого духовной потребности состояние ходит в платочках то есть вот такой вот удивительный момент который очень положительно добро удивляет и хотелось бы так чтобы это было среди всех веси и городов но мне задали пока вы задаете свои вопросы я отвечу на несколько вопросов которые задали мне в интернете достаточно хорошие вопросы я их зачитаю с вашего позволения передо мной экран компьютера монитором баишка здравствуйте как отличить где воля божья а где свобода выбора где надо уступить и подчиниться обстоятельствам а где надо нас настойчиво идти к цели и отстаивать свою позицию задал этот вопрос наталья благодарю вас наталья за вопрос хороший вопрос нужно подчеркнуть такой момент если мы живем по заповедям божьим если мы живем по совести а совесть как вы знаете средства говорят голос божий внутри нас то нам и мы находимся в общении с богом то есть посредством молитвы посредством участия в таинствах самое главное таинство это причастие конечно мы после покаяния к нему подходим таинства исповеди вот мы естественно можем увидеть волю божью промысл когда у нас такое духовное око не помыть не но однозначно нужно в той или иной ситуации посредством духовников которые знают ваши немощи душевные и телесные а цель у нас в принципе так самое главное одна это спасение души если в какая-то вот задача там ну примеру да возьмем на работе мы какие-то обстоятельства у нас получились и нам надо или человека подставить или наоборот даже где-то саму удалиться с работы то нужно вспомнить слова господа иисуса христа который мы читали не так давно на одной из воскресных служб что если не погубишь душу свою для мира то не спасешь ее а если погубишь ради меня то обречешь царство небесное конечно же мы понимаем что как можно погубить душу для мира ну принципе погрязнуть в грехах пороках страстях а что значит погубить душу для бога как это понять можно привести пример вот семя если мы семя не бросим землю и она скажем так не умрет то она не сможет раскрыться и дать ростки естественно мы за ним ухаживаем так же как и за душой ухаживаем и не даст добрых ростков чтобы потом дать добрые плоды но она увянет на это семя и погибнет уже земле если мы не упал не будем ухаживать за ним я вспоминаю такую интересную добрую причем когда юноша пришел к старцу и говорит очень скажи почему какие-то добрые дела какие-то вот как хвостовство мы выставляем на показ а злые мы наоборот прячем и не каемся в них на что старец сказал представь что добрые злые дела это сена и как юноша самый главный спросил как бороться то с этим как добродетель нужно сохранять или не сохранять и что вообще в этой ситуации делать и вот опять таки ему старец говорит что как семена и одни и другие говорит если доброе семя посадить в землю что получится что вырастет вырастет древо который даст добрые плоды а если худое гнилое семя то такие же больные плоды и будут и потом старец говорит вот так и люди вместо того чтобы злые дела свои обличать на исповеди каяться пред богом них мы их прячем а доброе дело вместо того чтобы сохранить своей душе и как господь делать тайны и вознам я тебе явно мы оборот их выпячиваем гордимся и как песок они сквозь наши пальцы протекает и становятся пустые конечно иногда нужно какой-то добродетели как привести в пример но для того не для того чтобы себя возвеличить а для того чтобы этим добрым делом прославить бога поэтому отвечая подводя итог вопроса как отличить волю божию где свобода выбора отвечу так господь никого не лишает свободы выбора даже если есть в этом его воля потому что господь насильно никого не спасает и где-то порой мы должны уступить править смирение но если это касается спасения нашей души то конечно мы должны идти к этой цели до конца потому что самая главная ценность это душа она бесценна она пойдет в то время где будет вечность поэтому должны мы конечно эту цель добиваться еще при жизни ну а я надеюсь что вы зададите еще свои вопросы пока вы пишете свои вопросы я прочитаю еще другой вопрос давайте верите ли вы что души спустя года или века могут переродиться и снова встретиться ну это один из частых вопросов относительно рекордации православие не признает этой точки зрения мы знаем что господь дает душу человеку при соединении клеточки родителей и мамы родителей папы и мамы и начинается ее в том числе развитие потому что как тело так и душу можно созидать поэтому встретиться после перерождения нет это встретиться ли в царстве небесном если господь стоподобит то встретиться но во втором пришествии Христа конечно мы все встретимся ну вот появились у нас уже здесь в эфире вопросы добрый вечер добрый скучаю по почившему сыночку не могу успокоиться как с этим быть некоторые говорят отпусти его душу ему там плохо быть если ты не отпустишь это немножко конечно глупо так говорить а душу мы не можем удержать душа не наша какая-то частная собственность это божие поэтому скучать по нему это естественный скажем так момент потому что это близкий человек для вас тем более сын это кровиночка мы очень близко всегда переживаем все что происходит с нашими детьми в вашей ситуации хочется сопереживать вам помолиться о вашем сыночке что вам делать в этой ситуации тоже молиться потому что в молитве успокаивается душа ну и самое главное молитвы вы можете ему пользу принести потому что более чем молитвы и какими-то добродетелями воспоминания его больше и ничем не поможешь вам нужно держаться потому что вы ему нужны и другим кто держится за вас поэтому подкрепи вас господи успокоение только в боге можно найти и рекомендовал вам может быть какое-то как утешение одно из так действий дел что-то тоже с детьми работу работой заняться может посещение там детского дома с какой-то добродетелю то есть ну вот в других детях в заботе о них помощи воспитаниях если родители там хотят этого то вот можно к утешению также найти подкрепи вас господи есть ли еще вопросы пишите свои вопросы если таковые есть я прочитаю наверно пока нету здесь в эфире вопроса я прочитаю которые мне в течение недели задавали так мне просто тяжело видеть других детей тем более работать с ними с одной стороны тяжело я не спорю но забота о них это добродетель в том числе и ваши и ваши добродетели вот так же скажем так помогаете своему сыну почившему вопрос правда ли что Ева является второй женой Адама нет неправда потому что Господь сотворил как мы читаем в Священном Писании Еву из ребра Адама которая была единственной нужно сказать что в Ветхом Завете особенно до заповеди Моисея не было такого понимания какого-то сугубо луда и было многоженство а вот с законодательством потому что уже нравственное падение человечества очень уже возвысилось Господь дает на горе Синайской боговицу Моисею заповеди по которым человек должен был жить и не отходить от Господа поэтому есть всякого рода в кавычках апокрифические какие-то книги есть какие-то другие сказочные рассказы попытка ввести в заблуждение душу человека спасеть какие-то сомнения чтобы поколебаться поэтому конечно же Ева была единственной женой Адама если есть вопросы решите у нас не будет длительный эфир сейчас отвечу на еще один вопрос который мне задавали вопрос такой сколько место осталось в раю и в аду ведь люди умирали со дня их изгнания давайте сделаем такой вот акцент во-первых все в аду находились на лоне Авраама такое было лона и праведники то есть современным языком враги святые рай поскольку райские врата были закрыты для всех после грехопадения и скажем так за гробной жизни у Господа нет скажем так пределов или каких-то ограничений у Господа много пределов вот как грубо говоря мы построили многоэтажный дом в нем очень много комнат а мы могли бы еще больше построить в нем еще больше вот у Господа как у строителя всего видимого и невидимого мира у него нет ограничений каких-то потому что он есть начало и конец если он по слову создал все то думаю это наше чисто материальное восприятие на сколько места в аду или в раю так немножко я отошел вот и когда Господь воскрес он сошел в ад и узы праведных разрешил то есть освободил от их адского такого пребывания всех все праведники вошли в рай это первый момент потому что не все находятся в аду как вы спрашиваете в своем вопросе нужно пояснить что с воскресением Христова открылись на нас райские врата и ключи были даны Петру от райских врат и каждый человек может опрести Царство Небесное особенно это можно увидеть на иконах те праведники святые которые Господь выделил из всех чтобы утвердить нашу веру все таки место а место скажем так еще раз повторюсь не ограничено но когда придет Господь во втором своем пришествии там уже будет опять таки судимы все в том числе кто и как святые цели даже бесы все вот с этим но любовь Божия она безгранична это нужно помнить главное нужно в этом не пренебрегать скажем так но и не пользоваться сугубо любовью почему я немножко поясню некоторые говорят батюшка ну вот к примеру там я курю если я курю поисповедуюсь и дальше буду грешить меня же Господь простит дальше буду курить это уже лукавство это обман если мы каемся в этом грехе то мы искренне хотим и исправиться больше не грешить в нем поэтому я думаю более правильно менять свою жизнь к лучшему и меньше оступаться есть ли еще вопросы у вас кто только зашел еще раз вас поздравляю с ним памяти игумена сергия радость к чудотворца ну если нет вопросов сегодня у нас такой кратенький вот эфир я благодарю что вы уделили свое внимание мне храни вас Господь и Божьей помощи на предстоящую недельку с вами его священник Константин Мальцев буду рад если вы подпишитесь на канал Боголюб на ютубе некоторые видео выкладываю я туда храни вас Господь аминь аминь аминь